Почтовые природные камни входят в южноафриканскую историю как наиболее необычный способ передачи посланий. Можно посетить музей Кейптауна, чтобы ознакомиться с этими письмами, но родина их остров Мангаб, где они находятся уже практически 4 века. В 16-17 веке остров Мангаби использовался голландскими мореплавателями как перевалочный пункт, где они пополняли водные запасы, производили ремонт корабля, просто отдыхали и восстанавливались для дальнейшей дороги. Из-за круглогодичных дождей, на острове всегда было достаточное количество пресной воды. Моряки были в восторге от ее чистоты, поэтому просто не могли не остановиться здесь. В этих остановках матросы, прогуливались по пляжу, оставляли свои имена на скалах. Кто-то упоминал наименование корабля и имя капитана, точные даты их пребывания в этом месте. После моряки использовали камни уже для передачи своих посланий, налаживался обмен информацией. Можно было оставить на камне послание, либо закопать под основание камней письмо, обработанное водонепроницаемой смолой в холсте. После моряки использовали камни уже для передачи своих посланий, налаживался обмен информацией. Можно было оставить на камне свое послание, либо закопать под основание камней письмо, обработанное водонепроницаемой смолой в холсте. 2012 год ознаменовался экспедицией археолога Венди ван Дувинвоорда, в которой обнаружили чуть больше 40 писем Узнали, что дата их написания лежит между 1601 и 1657 годом, и как минимум 13 кораблей передавали эти послания в Восточной Индии Интересен случай с Мидлбурга Корабль приплыл на остров в 1625 году, когда после бури он лишился паруса и мачты Всей команде пришлось остаться на Мангабе на 7 месяцев, в течение которых шел ремонт судна После моряки отправились в Голландию, но свой путь не завершили Португальцы атаковали их около острова Святой Елены, и все голланды потонули По счастливой случайности мореплаватели заглянули в порт на юге Африки и передали письма с Мангабе На данный момент послания хранятся у Ост-Индийской компании в Гааге Каменные деньги острова Яп система доставки не была идеальной, иногда адресаты не получали писем, которые им отправили Компании-конкуренты использовали шанс перехватить данные и использовать их, по сути они воровали послания и получали выгоду для себя, при этом приносили убытки другим командам В конце 17 века голланды оставляли письма местному населению, это было безопаснее Таким образом и закончилась короткая история необычных каменных писем Ставь лайк и подписывайся на наш канал